Сегодня мы с вами едем в долину Луаре, но не только, да, мы сегодня с вами по всей земле будем. Ну, как, знаете, мы любим на этих лекциях, будет нас носить туда-сюда, из Европы в Африку и в Азию, куда только они будут носить. Вот в Америке не побываем, ну, поскольку вы и так многие из Америки, вам, наверное, не очень обидно. Ну, значит, сакральная география, да, мы в первый раз с вами разговаривали о сакральной географии по поводу очень странного места Рен-Люш-Ато, в прошлый раз давно это было, правда, уже в конце сентября, и сегодня вот продолжение. Значит, вот у нас такой замок Шамбур, который, в принципе, очень популярный туристический объект, и все туда ходят, ну, там, как сказать, кто там был, тот знает, ну, можно посещать замок там с интерьерами историческими. Там остались исторические интерьеры разных эпох, ну, от 16-го практически ничего уже нету, ну, кто там дальше жил, я вам потом покажу, там, 18-й, 18-й, 19-й век, разные там квартирки, так сказать, они себе оборудовали, вот, ну, и плюс саму структуру замка смотрят эту замечательно, ну, и какие-то там туристические всякие полеты соколов, знаете, как обычно бывает, вот. И как будто ничего особенного, да, в то время, как, на самом деле, это не замок, а загадка настоящая, да, это просто любимейший, можно сказать, объект изучения сакральной географии этой самой, а также сакральной нумерологии, которая является основой той самой кабалы, да, кабалы эзотерической, которая, как мы уже с вами обсуждали пару раз, появилась именно во Франции в средние века, ну, то есть, конечно, это иудаистская вещь, но она развивалась в Южной Франции, появилась в городе Нарбон в 12-м веке, вот, ну, и потом уже по всей земле распространилась. И, значит, сделано очень много вычислений по поводу Шамбора, я сегодня вам покажу, но не все, конечно, да, но самые такие, которые мы, ну, мы, конечно, не все тут гуманитарии, да, но много нас гуманитариев, в частности, я, поэтому с вычислениями у меня не очень. Вот, что мои мозги могли освоить, то покажу. Почему, значит, они так вокруг, тусуются вокруг Шамбора? Потому что он такой вот стоит, понимаете, совершенно невероятный, посреди леса и воды, как будто бы какая-то летающая тарелка вдруг ни с того ни с чего села в этой долине Луаре. И непонятно, что он там вообще делает, да, и зачем. Скорее всего, он построен не как жилой замок и даже не как охотничий замок, дальше мы это будем подробно видеть, как такой один большой ребус. И там спрятаны древние сокровища человечества. Либо там, либо он всем своим, всей своей формы, так сказать, указывает на то, куда надо идти, чтобы их искать. Вообще-то это у нас замок, построенный в начале XVI века королем Франциском I, вот этим, который у нас уже многократно, кто ко мне постоянно на лекции ходит, он нам уже встречался там сто раз. Вот, это тот самый покровитель Леонардо да Винчи, который привез его жить во Францию. Он жил в городе Амбуаз и поселил Леонардо в соседнем с собой дворце под названием Клюлюсе. Кто про Леонардо лекцию смотрел, вспоминайте. Вот, Леонардо там жил, Франциск его страшно опекал, звал его отец, просто окружал полным обожанием и уважением. Ходил к нему каждый вечер разговаривать. Вот, и, значит, вот этот дворец, который начинает строиться в самом конце жизни Леонардо да Винчи, он имеет, ну, помимо своего охотничьего предназначения, еще предназначение увековечить новую династию. Франциск I, это у нас король, который открывает с собой новую династию в Луа. Знаете, это самая такая живописная династия из французских королей, про которую Дюма любил романы писать. Это вот там, где Екатерина Медич, королева Марго, вот эта вот вся компания. Она не очень долго продолжалась, в конце 16 века она уже все сошла на нету, начались бурбоны. Но Франциску было трудно себе представить, что она не будет продолжаться веками, потому что вообще-то у него все было хорошо. Он вступил на престол молодым, сильным. Франция при нем стала такая вся ха-ха, подняла голову, так сказать. Он боролся даже за звание императора Римской империи, но проиграл Габсбургу испанскому Карлу V. Ну, неважно, в общем, все равно он такой был, достойную позицию занимал, и у него было три сына. Так что он считал, что он себе обеспечил всю эту историю на века. И вот этот дворец, он в каком-то смысле утверждает их династию и их величие. Начинает он его строить в 1518 году, он совсем тогда молодой еще парень, ему чуть больше 20 лет. Но над проектом он уже думал какое-то время, и очень активно его обсуждал с Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи не довел этот дворец до конца, потому что он в 1519 году уже умер, как вы, наверное, помните. Мы праздновали 500-летие со дня его смерти недавно. Вот, но тем не менее, значит, он там большое отношение к этому имеет. Вот, так что замок начинает строиться буквально на пустом месте, ну, не совсем на пустом. Сейчас вот нашли в раскопках, что там были какие-то средневековые башенки, ну, так, очень невнятные, да. Вот, и вот по приказу короля он написал указ, в котором написано, если буквально переводить со старо-французского, «такова моя правая забава, telle mon bon plaisir», да, такова моя вот верная, таково мое верное такое законное удовольствие. Вот, и, естественно, весь этот замок украшен его эмблемами саламандры, да, вот саламандры – это зверек, который, их более 800 в замке, они там со всех сторон. Он отвечает девизу латинскому, который был у короля, хороший огонь питаю, плохой огонь тушу, да, ну, то есть, вот, содействую, ну, там, содействую добру и борюсь со злом, да, если прямо уж не буквально переводить. Саламандры – это единственное из мифологических существ, которое может проходить через огонь и при этом не только не гибнуть, но и возрождаться. И, как вы увидите дальше, замок Шамбор имеет прямое отношение к стихии огня. Ну, значит, построил он его, черти где, да, то есть, вот, выбор места, ну, все эти разговоры про то, что там дичи много было, это ерунда, конечно, дичи везде там много было, и до сих пор, кстати говоря, много там до сих пор охоты. Вот, а это совершенно, там были всякие болота, болота осушились на данный момент, а был вообще ужас какой-то с комарами, там, черт из чем. И спрашиваю, и от реки далеко, а река в то время – это артерия жизни, да, по ней происходит все передвижение, корабли, и, собственно, зачем его туда понесло. Помимо того, что это непонятно где, он еще построил, как-то странно, некоторые символы видны только с труб, да, то есть, непонятно, к кому они обращены куда-то наверх, то ли к инопланетянам, то ли неизвестно к кому. То есть, эзотерики предполагают, что это вообще весь замок – это такое огромное кодированное сообщение для потомков, которые будут способны его расшифровать. Ну, сразу я вас расстрою, мы к их числу не относимся пока, да, это, видимо, какие-то наши отдаленные потомки тоже, потому что вы не думайте, что я вот все про него знаю, да, я бы, знала бы я про него все, я бы тут сейчас не сидела, понимаете, не работала, а где-нибудь там на яхте бы плавала по океану. Вот, так что ждем новые поколения. Значит, ну, начнем сначала, да, вообще это место, это в каком-то смысле объясняет выбор этого странного места с комарами, потому что оно находится ровно на прямой линии, которая соединяет, мол, сам Мишель, о котором, кстати, я вам буду рассказывать на следующей неделе, да, помните, что у нас там в связи со всеми моими сложностями получилось, что в этом месте у нас две недели подряд лекции. Вот, значит, Мон-Сан-Мишель и с Великой пирамидой, да, ну, то есть с пирамидой Хеопса на плато в Гизе. И, значит, вот наш красавец Шамбор прямо, ну, не посерединке, но прямо на этой линии у нас стоит. Вот, видите, значит, пирамида Хеопса, чтобы вам напомнить, как она выглядит. И аббатство Сан-Мишель, по-французски, мол, Сан-Мишель, да, гора Сан-Мишель буквально, она действительно тоже гора. И если ее вот так обрисовать геометрически, она аккурат вписывается внутрь пирамиды Хеопса, так прямо вот ровненько. Вот, кстати говоря, ее называют в эзотерической литературе морская пирамида. По-французски море – это мэр, да, то есть называли ее пирамиду ла мэр. Вот, а мэр на древнеегипетском как раз и значит пирамида, да, иероглиф, который обозначает пирамиду, читается как мэр. Ну, это вот кто помнит лекцию про алхимиков, да, это уже какой-то начинается такой птичий язык, да, когда вот форма влияет на содержание, да, и через форму передается взаимосвязь вещей. Вот, но помимо того, что мэр на древнеегипетском значила пирамида, это еще значила лестница. А как мы увидим дальше, и как, я думаю, многие из вас знают, самая главная достопримечательность этого замка – это совершенно необыкновенная лестница двухпролетная, сконструированная, по всей вероятности, Леонардо да Винчи, 9 метров диаметром огромная. Ну, то есть, вот видите, такие уже сразу, прямо даже на лингвистическом уровне, как сказать, перекличка такая. Вот, вот Шамбур со своими всеми этими загадочными башенками и штучками. Надо сказать, что кто там не был, когда будет возможность, я вам просто очень рекомендую туда поехать, потому что я вам здесь покажу очень много фотографий, но все-таки ощущение, когда ты выходишь на крышу этого Шамбура и оказываешься просто вот в лесу вот из этого всего, они вокруг как деревья растут, но, конечно, как-то немыслимо. Вот, и вот так вот идет вот эта самая линия от Молса-Мишель и проходит она у нас через замок и прямо через главный вход. Видите, и через Донжон, соответственно. Донжон – это у нас центральная башня в любом замке Средневеков. Значит, если внимательно присматриваться к этому замку и не циклится на такой, как сказать, внешней фактической истории, кто там когда возводил, кто там жил, вот, то очень важно, что он полно отсылок к Древнему Египту. Ну, во-первых, наверху замка, на самом высоком шпиле, там стоит в середине такая башня-фонарь, и на ней еще шпиль 56 метров, всего огромное совершенно, из земли ничего не видно, что на ней стоит. Вот это вот лилия, которая обращена то ли к Богу, то ли к инопланетянам. Ну, лилия, как все знают, это символ французской монархии, но это еще одновременно референция к Древнему миру. Это обычно забывается, когда рассказывается про историю французской короны. Это очень важная вещь, на самом деле. Это был символ правителей Верхнего Египта. А также это отсылает к библейской легенде о жезле Аарона. Да, вот мы дальше будем говорить о ковчеге Завета, в котором лежали, скрижали Месея. Вот, и там они, когда его несли, они, ну, я так это, по-моему, кратко и популярно, они в какой-то момент поругались, кто будет главный, и положили веточки, которые они срезали внутрь туда, в этот самый ковчег. И наутро зацвел только один, только одна веточка зацвела, которая принадлежала клемене Аарона. Это тоже была лилия. Ну, то есть это такая ярко выраженная преемственность с Египтом. Вот видите, лилия, например, на древнеегипетских памятниках Верхнего Египта. И вот этот самый жезл Аарона. Ну, эта картинка такая, конечно, немножко смешная. С такими не совсем, я бы сказала, приличными ассоциациями. Я не буду их озвучивать, но думаю, что они у всех возникли. Но на самом деле ничего плохого в виду не имеется. Это вот та самая веточка, которая у Аарона зацвела. Ну, собственно, даже неприличные ассоциации, в общем, ничему не противоречат. Потому что секс и плодородие, и, так сказать, вечность – это в древнем мире понятия вполне друг с другом схожие. Значит, вот эти самые сакральные геометры рассчитывают очень точные совпадения. Ну, вот кто у нас математик, он может потом в это получше вникнуть. Я вам не буду каждый угол геометрически комментировать, потому что, к сожалению, увы, у меня знаний не хватает в математике. Но покажу такие более простые вещи. Значит, в принципе, как бы уже доказано, что все цифровые значения замка, то есть все его размеры, воспроизводят до точности размер Великой Пирамиды в масштабе. Все это основано на числе 8. Ну, 8 – это вообще такое число сильное, да? Это как бы вечность, правильно? Бесконечность. Вот. И куда бы мы ни ткнулись, что бы мы ни начали считать по поводу Шамбура… Девочки, у кого-то микрофон не выключен. И шум идет. Проверьте все, пожалуйста. Вот. Значит, что бы мы ни считали по поводу Шамбура, мы обязательно в конечном итоге наткнемся на цифру 8. Во-первых, расстояние от Шамбура до Пирамиды – это 3200 километров, то есть кратно 8. Затем, помимо этого, существует еще расшифровка букв. Ну да, ну в латинском, естественно, варианте. Я вам по-русски пишу. А как это написано по латыни, дальше покажу. Это пока только введение, так скажем, кабала. Она для каждой буквы называет цифру. Если это все вместе сложить, Шамбур получается цифра 64, то есть 8 на 8. Вот, вот посмотрите, длина фасада. Девочки, выключите микрофон. У кого включен? У кого включен? Господи, ну что ж такое-то? Причем там… Сейчас, подождите, я проверю. Ну тихо, вроде испугались. Значит, вот, то есть, вот смотрите, длина вот этих вот фасадов вокруг центральной башни по 88 метров, опять кратно 8. В замке 440 комнат. Замок вообще совершенно огромен сам по себе. Ну, как бы в такой простой экскурсии, да, не про символы, обычно там показывают. Ну, как бы это такой первый многоквартирный дом в каком-то смысле. Он построен, ну, как такое чередование типовых квартир. Там несколько этажей, и вот они друг над другом, такие укомплектованные, как бы совмещенные комнатки. Вот, ну, где обычно размещали весь двор, когда он приезжал туда на охоту. Вот, ну, 8 – это что такое у нас? Это вообще число Бога Тота, с которым мы с вами уже знакомились, когда изучали алхимию. Тот считается как раз строителем Великой пирамиды. Вот, Тота – это у нас Бог, помните, с головой сокола. Иногда он еще, ну, иногда он в виде человека, иногда он в виде сокола, иногда в виде человека с головой сокола. Вот, и Шампальон – это французский ученый, который вместе с Наполеоном поехал в Египет. Ну, что вот делать? Опять у кого-то этот микрофон. Ну, не знаю, что делать. У Светланы не выключен микрофон. Светланы какой? Веницкая. Светлана Веницкая, выключите микрофон, пожалуйста, не могу ее найти. А, вот она. А вы не можете ее выключить, Лова? Так, мне для этого нужно выйти из Power… А, нет, вот. Вот, вижу. Все, выключила. Ура. Спасибо большое. Извините. Ну, вот так вот над самой всех выключаюсь. Доверяй, но проверяй. Значит, Шампальон – французский ученый, который был в Египте, и позже он расшифровал древнеегипетские иероглифы на примере камня Розет, который теперь в Лондоне хранится в Национальном музее. Ну, сейчас, как сказать, ну, сейчас я вот вам это говорю, а потом вы увидите, что иероглифы, они ходили еще и до Шампальона, и в 16 веке очень даже присутствовали. Ну, как бы официально считается, что вот наше знание иероглифов идет с этого момента. И Шампальон – это самый большой такой авторитет в этой области. И вот он говорит, что второе имя Бога Тоте – это Шмун. Ну, так по-русски это, конечно, забавно звучит. Ну, по-египетски незабавно. И Шмун – это также значит восемь по-египетски. То есть, собственно, вот этот Тоте – это и есть восьмерка. Ну, и дальше этот Бог превращается, как мы знаем, в Греции в Гермеса, а потом в Риме в Меркурия. А в христианстве он превращается в Михаила Архангела. Ну, то есть с Михаилом Архангелом немножко сложно, потому что, ну, с одной стороны, это понятно, это и Тоте, и Гермеса, с другой стороны, это еще и Аполлон. Но это я вам подробно через неделю все расскажу. Ну, тем не менее, можно привести вполне линию от Гермеса к Архангелу Михаилу, посланнику. Да, вот мы видим Мосса Мишель, знаменитое аббатство во Франции. И Франциск I, он просто был одержим этой идеей восьмерки. Вот, например, здесь вы его видите с колье таким роскошным. Это, ну, ожерелье ордена Святого Михаила. Орден Святого Михаила был основан в 15 веке еще королем Людойком XI, который позавидовал бургунцам, у которых был орден Золотого Руна и Щебес. Значит, тоже забацал орден Святого Михаила. И, ну, такой же, да, со всякими пышными ритуалами и прочее. И вот, в частности, у них было такое колье. И в нем были эти ракушки, как сказать, от морских гребешков, да, ракушки Святого Иакова, Компостельского, который символ паломничества. А Франциск туда еще добавил стерилизованные восьмерки, которые по сей день в этом ожерелье находятся. Помимо восьмерок, что у нас еще есть общего с пирамидой? Во-первых, значит, Шамбор все пропорции пирамиды повторяет уменьшенные в два раза. Это как бы макет, да, условно говоря. То есть 88, как мы видели, основной фасад Шамбора. И если вот этот центральный донжон квадратно разделить вот так на два треугольника, это будет как бы уменьшенный вот этот самый макетик. Вот. То есть в основе этого всего лежит число золотого сечения. 1,618. Так, как известно, который как раз с восьмеркой тоже соотносится. И не только, да. Ну, то есть 8, это понятно, что это основной мотив. Но есть и другие совпадения, которые нашли эти сакральные геометрии. Во-первых, интересно, что все это сейчас я вам говорю в метрах и в километрах. А ведь до XIX века метрическая система не использовалась. Да, метр, он раньше был неизвестен. Хотя, суть по всему, он был известен в очень древних цивилизациях. Древние египтяне его тоже не использовали. Они использовали локоть. Вот видите, эта цифра 0,5236 метра. Вот. И вот посмотрите, вот в этих лестницах, в частности, вот в этой самой значимой лестнице Шамбора, 191 ступень. И число обратное 191-му, это как раз 0,05236. Да, ну, то есть вот эта вот игра с цифрами, понимаете, которая нам может казаться, ну, даже какой-то почти бессмысленной. Ну, вот с точки зрения кабала, именно, вот с точки зрения птичьего языка, вот всех этих алхимических дел, такие тонкие вот эти вот переливы смыслов, да, тонкие указания одного на другое. Они очень важны были, да, все, ну, в течение всех средних веков и потом, ну, вплоть до новейшего времени, когда это мы совершенно потеряли. Так что давайте учимся этому задумываю. Вот. Это тем более интересно, что вот эта центральная лестница, которая условно, ну, как бы считать, что проект Леонардо да Винчи, она содержит прямой и обратной ходы, да, то есть в ней, потом покажу фотографию, в ней как бы могут идти два человека и друг с другом не пересечься. То есть вот это как бы намек вот на это вот обратное число. То есть непонятно, то ли строителям Шамбора были известны древние египетские технологии, ну, как бы появляется вопрос, а где они взяли, да, либо это пришло через Леонардо да Винчи, который делал проект. Но, опять-таки, непонятно, а Леонардо-то где их взял? Ну, тоже ведь он, собственно, что, да, вот откуда эти сведения. Но, в принципе, в биографии Леонардо, которую я вам уже многократно рассказывала под разными соусами, есть много на самом деле белых пятен, о которых я вам в такой вот, когда рассказывала в основную биографию, я вам там не упоминала. Но у него, судя по всему, все же были путешествия на Восток. То есть он почти наверняка ездил в Турцию, потому что он переписывался с султаном Боизедом II, это прям сохранились вот его письма, видите, их фотография, которые ему заказал проект строительства моста над бухтой Золотой Рог в Стамбуле. Вот, и, в общем, как бы непонятно, ездил он туда, его строитель не ездил? Ну, так похоже, что ездил. И есть также предположение, потому что от него остались всякие странные рисунки, типа с крокодилами, которые, кстати, там на заднем плане Джоконды появляются. И, в общем, есть предположение, что в Египет он как бы тоже зарулил по ходу дела, когда он в Турцию ездил. И, ну, естественно, как сказать, доказательств прямых нет, но есть исследователи, которые предполагают, что он там где-то вот лазил и по пирамидам, и вроде как был в контакте с древними артефактами, и что там между лапами сфинкса была сокровищница, и она была вскрытой, и там лежала некая временная капсула. Ну, понятно, что это уже, конечно, из серии сказочки про белого бычка, потому что ничего это не доказывает. Вот. Ну, возможно, там были документы Атлантиды, да, и, возможно, они были у него в руках, что, собственно, и объясняет его владение всякими немыслимыми вещами. Там вроде как он и фотографией же владел, да, и много чем. Кстати говоря, вот эта вот история про то, что, возможно, он нашел документы Атлантиды и как-то к ним имел, и вообще они имели какое-то хождение, есть косвенные доказательства. Например, вот в Турции есть такая морская карта Перерейс. Вот. Она была найдена во время реставрации дворца Топ-Капи в Стамбуле. Вот. Ее делал вот этот Перерейс, это турецкий картограф, который ее сделал в начале XVI века, как раз, по идее, в то время, когда там был Леонардо. Да. И интерес там в том, что она показывает очень точные контуры Южной Америки и Западной Африки, причем в таких подробностях, которые не знали, по идее, в XVI веке. А также она показывает Антарктиду еще совершенно с невероятной точностью. А также она показывает, ну, как бы мост перешейки такой между Америкой и Африкой. Да. То есть это, по идее, и была Атлантида, ну, которая потом исчезла. Ну, и, естественно, все эти истории про эти знания древних цивилизаций, документы Атлантиды, они бесконечно мы бередят. Вот видите, даже на нашей купюре в 100 евро, думаете, что там изображено. Вот та самая Атлантида. И от древних цивилизаций нам, похоже, достались, ну, как они нам достались, теоретически они нам достались, некоторые совершенно невероятные объекты, которые могут иметь очень большое влияние на всю нашу цивилизацию. И похоже, что, по крайней мере, один из них спрятан именно в Шамборе. Ну, либо, как я вам говорила, Шамбор указывает, куда идти его искать. Это тот самый Ковчег Завета. Я думаю, что вы про него, конечно, слышали уже. Это история библийская из Ветхого Завета. Это начинается в глубокой древности, когда пророк Моисей пошел на гору Синай, и там бог Яхве ему вручил скрижаль, на которых было написано, как жить дальше в союзе с богом, еврейскому народу. И для хранения этих драгоценных скрижалей они создали вот такой ковчег. Ну, это все, естественно, копии по письменным описаниям того, какой он был. Вот такой вот с ручками для того, чтобы его носили, с ангелочками на крыше. Облицован он был чистым золотом. Самые искусственные ремесленники его сделали. Он был не очень большой. Вот есть совершенно полное его описание. Вот имел длину 2,5 локтя. Ну, локоть – это старая мера, древневосточная, которая равняется примерно 50 сантиметров. И был он сделан из дерева сетим, акация, которая, между прочим, до сих пор считается сакральным деревом у масонов, например. И со всех сторон он был облицован золотом. И из него мог вырываться огонь. Вот разные варианты ковчега Завета. И когда евреи собрались уйти все из Египта, и Моисей их повел, Красное море перед ними расступилось, ковчег они понесли с собой. Несли его на плетях. У него были такие длинные палки, потому что, поскольку из него периодически огонь вырывался, то вообще он был горячий, и лучше к нему вообще было сильно не приближаться. Поэтому палки были самое оно. Это как бы дом Бога. Там вроде как живой Бог был внутри. Вот видите, они идут такие, через пустыню его несут. Но носили они его долго. Они там 40 лет ходили по этой пустыне, естественно. И ковчег, он был не просто домом Бога, так сказать, церковью, перед которой молиться, а он был еще очень грозным оружием. То есть есть рассказы библейские о том, как, например, этот вот ковчег взмывал воздух, по воздуху летал, врагов сверху бросал огонь, рушил стены городские. Все-таки они когда вышли из пустыни, они же там города, которые на месте современного Израиля, они все взяли приступ. Каким образом они победили города с толстыми стенами? Ну, в частности, при помощи Большой ковчега. Вот. Ну и, в общем, если к нему кто-то подходил, вот, и ковчегу не нравилось, что он подошел, он его, видите, разрывал на кусочки, как на картинке. И вот такие вот города он запросто мог брать. Ну, в общем, сейчас есть много теорий. Я вам тут их не буду все пересказывать, ну, потому что они такие немножко. Ну, знаете, много же сумасшедших на все эти. Как бы есть эзотерики серьезные, но там среди них и как бы во всей этой компании всегда много и идиотов, и сумасшедших, кого там только нет. Вот. Ну, вот такие, как сказать, не очень продвинутые люди, они говорят, что это была наноатомная станция. Ну, я не знаю, что про это думать, да, комментировать я это не буду. Ну, в общем, по крайней мере, это было что-то такое совершенно непонятное. Которая просто из себя и свет, и жар, да, и с ног испускала, и с ног валила. Вот. И, по сути дела, подпускала к себе только главного священника, который помолился перед ковчегом. И всякое такое. Вот. Вот такой у нас ковчег. И когда все уже стало хорошо в иудейском государстве, и было, так сказать, наступил золотой век, царство не царя Соломона, он построил вот этот вот великолепный, огромный храм в Иерусалиме, как раз для его хранения. Ну, для его и еще там некоторых других святынь иудейского народа, которые, кстати говоря, тоже все пропали. И про это тоже можно долго отдельно рассуждать. Вот. И когда правил царь Соломон? Ну, это примерно, ну, как сказать, это все очень условно, конечно, эти все датировки. Ну, будем так говорить, 10 век до нашей эры. Вот. Вот он правил. И однажды к нему вдруг приехала удивительная совершенно гостья из далекой страны, которая называлась, видимо, Шеба. Вот. И царь ее очень роскошно принимал и влюбился в нее. И вот есть такое. Царь еще к тому времени был не женат. Ну, правда, как известно, у него потом было 700 жены, бог знает, сколько там наложниц. Ну, вот в то время он был еще холостой, молодой. Вот. И детей у него не было. И, знаете, такое замечательное есть лирическое произведение в Библии, «Песнь-песнь», да, которая начинается с фразы «Черри иерусалимские, черная, но красиво». Да, вполне возможно, ну, потому что спорят, как бы считается, что эта «Песнь-песнь» – это, ну, как сказать, предзнаменование того, что придет Иисус Христос, и это вот там, ну, как бы душа девушки ждет жениха, да. И это вроде как душа человека, который ждет Мессию. Но вполне возможно, что это просто описание реальной истории про эту самую царицу Савскую, которая имела темный цвет кожи. Ну, возможно, она была прям не совсем-совсем черная, а может, и совсем, о ней неизвестно. Вот, ну, красивая была. И вот она говорит, «Черри иерусалимские, черная, но красиво». То есть мы привыкли это воспринимать в каком-то таком переносном значении, да, что вот душа, она отягощена грехами, но стремится к Богу. А может быть, это в совершенно прямом смысле. Она говорит, что вот я не гречанка, ну, красивая, вот. И вот это была знаменитая печать у Соломона, да, и прямо там в этой песне. В песне содержатся строки «Положи меня, как печать на сердце твое». Да, вот именно об этой печати речь идет. Вот, ее изображали и саму царицу Савскую, и встречу ее с Соломоном просто во все века и во всех странах миллион художников их рисовал. Ну, потому что никто, конечно, не знает, какая она на самом деле была. Это прямо такая легендарная правительница Аравийского царства Шеба. У нее было несколько имен. Либо Балки, Смакеда или Никаула по-всякому. Вот, в русской традиции православной она называется Никаула. В европейской Балки. Ну, про нее самые разные вот эти вот истории. Кто-то говорит, что она была невероятно красавица. Кто-то говорит, что наоборот она была со всякими страшными физическими недостатками. Вот, может быть, читали про про нее есть новелла «Большая Куприна», где он рассказывает историю о том, ну, это в Библии, конечно, и написано, это, так сказать, апокрифические легенды, что у нее были ужасные, кривые, покрытые густыми волосами ноги. И Соломон ее высмеял, потому что сделал хрустальный пол в одном из залов. И она туда вошла, подумала, что это вода, пришлось ей... и инстинктивно подняла юбки. Все увидели, какие там ноги. Ну, некоторые еще говорят, что это дело не в том, что ноги были волосатые, а в том, что у нее там были копыта. На самом деле она была дьяволицей. Ну, в общем, всякие там варианты возможны. Но это вот гадости какие-то написали про нее, в частности, наш Куприн. Вот просто терпеть не могу эту историю Куприна, потому что она мне нравится очень. А так вообще сама вся история романтическая. Представьте себе, это царица из такого совершенно мифического. Ну, это X век до н.э. Никто там особо не путешествует, никто не знает какие-то страны. Но царь Соломон, он так прославился своей мудростью, прям слава о ней до самых дальних стран докатилась, что вот это вот царица Савская, которая правила страной необычайного богатства с огромными месторождениями золота, где была масса пряностей. В общем, все у нее было хорошо. Она просто решила поехать посмотреть. Ну, что же мужик такой? Вдруг правда умный. Вот и поехала, взяла для него очень много богатых подарков. И вот она, значит, приезжает со своим роскошным кортежем и встречается с царем. Видите, в самых-самых разных вариантах. Тут и средневековая живопись у нас, и ренессансная, и 17 век, и современная, и романтики обожали это. Я сейчас не буду углубляться в фамилии художников, ладно, потому что мы тогда вообще из этого не выберемся. Просто как бы попробуйте проникнуться романтизмом всей этой истории. Вот, и он ее принимал. Очень-очень богато и, так сказать, с царскими почестями. Вот, а потом что-то, то ли у них возник роман, ну, как бы хочется думать, что они друг друга любились. Но вот есть такая священная книга эфиопов, потому что, ну, как бы эфиопы говорят, что на самом деле вот эта легендарная страна Ашеба – это они, это их Эфиопия. Хотя историки полагают, что это скорее какие-то страны на дальнем конце, ну, типа там вот ближе к Саудовской Аравии, вот там вот это всякие непонятные места на данный момент. Но вот эфиопы считают, что это у них все было, и вот у них есть священная книга, которая называется «Кебра на газ». И там рассказывается такая история, что, оказывается, секс у них случился совершенно не по любви, а, значит, то ли это вообще было насилие со стороны Соломона, то ли он ее обманул, потому что между ними был такой договор, что никто из них не возьмет ничего другого. Ну, то есть он как бы не возьмет ее честь, а она у него там тоже ничего не возьмет. И однажды она ночевала в его дворце, и он ей специально дал очень-очень много соленой еды, а воды не дал. Ей очень хотелось пить, и она пошла и взяла у него воду. Он ей сказал, ну, все, значит, ты взяла у меня воду, теперь я у тебя возьму честь. Ну, потому что умный был, понимаете. Вот, и, да, причем он как-то так это разошелся, что он взял честь не только у нее, но еще тут же и у ее служанки тоже. И они потом обе родили по мальчику. Ну, в общем, не знаю, как там было на самом деле. Мне хочется считать, что это у них было по любви. Вот, ну, по крайней мере, так или иначе, у этой царственной пары рождается сын. Но царица уже в это время уехала, но она, типа, в командировку приехала, да, там пару месяцев пожила, а потом домой себе поехала в эту страну, что я был, там же у нее государство, как бы, которым надо править. Вот, и там вдруг раз родила неожиданно. И вот у них родился такой мальчик, Менелиг, вот, который, по сути, является старшим сыном Соломона. То есть, очень интересно, он с одной стороны как бы чернокожий, да, а с другой стороны он иудей. Вы, может быть, знаете, что есть как бы целая, целая ветка иудаизма именно вот там, вот в Эфиопии, вследствие этой самой истории. Ну, и он там растет в этой стране, но ни в чем не нуждается, естественно. И когда он уже вырос и возмужал, царица его отправила к отцу. А она как-то не потрудилась ему сообщить, что у них родился сын, и когда Соломон его увидел, у него, конечно, к этому времени уже были дети, но это, получается, старший самый, да. Но он очень обрадовался и воздал старшему сыну царские просто почести и посадил его с собой на престол править. Но только Менелиг ему говорит, слушай, а как бы у меня своя страна есть, я не хочу здесь править в Иерусалиме. Эти картинки, которые я вам показываю, это эфиопские фрески настоящие, да, там в Эфиопии средневековые фрески дивной совершенно красоты. Вот, я в Эфиопии, к сожалению, не была, но у нас в Париже есть музей азиатских и африканских культур в музей Бранли называется, очень интересный. И там прям целиком воспроизведена часовня эфиопская с этими фресками и сильное впечатление производит, они там еще музыку ритуальную включают, в общем, необыкновенная вещь. Вот, так что решил он назад в свою страну в Шебу выдвигаться и Соломон, чтобы как-то его утешить, послал с ним старших сыновей самых древних иудейских родов. Ну и поскольку они были такие типа крутые молодые люди, которые в эту экспедицию выдвигались под руководством главного старшего сына Соломона, они с собой забрали ковчег завета. Опять-таки здесь версии расходятся. Одна версия такая, что они ее украли, а потом уже, когда выяснилось, поздно было, ну это с котом, это я так вам для для увеселения поставила, а то все как-то очень серьезно тут получается. Вот, то ли они украли, то ли Соломон сам ему отдал, как по праву старшинства. Вот, и считается, что по сей день это хранится в священном эфиопском городе Аксум. Да, Аксум это место коронации эфиопских императоров со средних веков. Вот, посмотрите, это вот тот самый храм, где по идее стоит, ну по крайней мере эфиопы в этом убеждены, и туда нельзя заходить, к нему имеет доступ только главный хранитель, он же главный священник, который ему занимается. Вот, вот такой он стоит. Вы понимаете, как бы такая штука, что они так увлеклись этой историей с ковчегом завета, что в эфиопских храмах, а там еще христианство, то есть там есть иудаизм, есть христианство, и ковчег завета, естественно, годится и тем к другим. И в каждом эфиопском храме стоит копия этого ковчега, они это называют табо, ну, если по-французски произносить, табот, да, и вот этот табот, он у них абсолютно везде. Вот, вот такая вот у нас эта эфиопия, которая вся заставлена ковчегами завета, и они это носят периодически, да, то есть, ну, вот то, что, ну, будем считать оригинал, который стоит в городе Аксуми, его выносят раз в год в самый большой праздник и тоже под покрывалом. И вот, видите, человек его несет и даже голову опустил. Вот, но есть такое подозрение, что на самом деле его давно оттуда сперли, потому что по Эфиопии в средние века прошелся не кто-то, а наши с вами дорогие тамплиеры. Надеюсь, что все выслушали лекцию про тамплиеров, потому что я не буду прям подробно про них повторять, да, и надеюсь, что вы помните более-менее их историю. Вот, но тамплиеры после того, как они окопались в Иерусалиме, они оказались в 13 веке и в Эфиопии тоже, приобрели там огромную власть. Ну, собственно, предположение какое? Ну, естественно, это тоже не точно, да, но предположение такое, что, когда, помните, да, с чего вообще вся эта история начиналась, что 9 рыцарей, которые после завоевания Иерусалима крестоносцами оказались в Иерусалиме, решили основать орден рыцарей и попросили у короля этот орден, так сказать, осветить, и он им под этот орден дал помещение, да, не где-нибудь, а на руинах храма Соломона, того самого, где они сидели 9 лет, непонятно, чем занимались, а после этого вдруг поехали по Европам и набрали себе огромный орден. Да, и мы с вами рассуждали о том, что, скорее всего, они там делали раскопки в руинах храма Соломона, и, скорее всего, они там много чего нашли, да, но предположительно они нашли там сокровища, ну, там типа золота, драгоценные камни, всякую старинную утварь драгоценную, вот, и, видимо, ну, может быть, они нашли чашу краля, да, которую мы с вами уже обсуждали, вот, и, скорее всего, они нашли указание на то, что Ковчег Завета уплыл в Эфиопию, ну, им уже чего, знаете, что Иерусалим, что Эфиопия, они, значит, пошли и быстренько интегрировались в Эфиопию тоже, вот, в Эфиопии, кстати, много от них осталось, вот, есть такие тамплиерские памятники, смотрите, вот тамплиерский крест, такой вот равноконечный, надеюсь, что вы его узнаете, и, ну, опять-таки, это ничего не доказывает, но предположительно, они какими-то там своими хитрыми маневрами вывозят оригинал ковчега завета, заменив его копии, и сделав вид, что ничего совершенно не произошло, потому что, ну, естественно, тамплиеры, это кто это, большая часть французов, да, естественно, они его притаскивают во Францию, и дальше, ну, поскольку неизвестно, что им, условно говоря, сказал этот ковчег завета, вы же помните, что он, что это совсем не нейтральная вещь, да, это вам не счет в банке ковчег завета, он там захочет, голову оторвет, захочет, улетит, он что хочет, то и делает, вот, и как там у них складывались отношения, неизвестно, с тамплиерами, но, по крайней мере, есть много изображений его во Франции, вот, например, Шартерский собор, который мы с вами еще не обсуждали подробно, но, на самом деле, надо это сделать, послушать, необыкновенный совершенно памятник, где куча всего, вот, там вот есть изображение ковчег без завета, видите, как его везут, ну, как современные исследователи интерпретируют, это вот как раз тот самый момент похищения его из Эфиопии, и с 1204 года, когда появился этот рельеф, он, значит, сначала хранился в Шартере, кстати, на соборе Парижской Пагоматери, который мы с вами тоже уже изучали, вот если помните, это центральный фасад, да, вот здесь у нас как бы он из трех вот таких вот арок, но центральный все алхимические рельефы, которые мы с вами подробно распирали, это левая арка, северный, так сказать, вход, и вот здесь вот столбы, на которых астрологические знаки, а сверху вот такое вот изображение, то есть как бы, ну считается чисто внешне, что это гроб Богоматери, да, что эта сцена посвящена успению Богоматери, вот, но по вот этой вот форме есть предположение, что изображен опять-таки тот самый Ковчег Завета, потому что этот рельеф всего на 4 года старше Шартерского, то есть как раз вот это самая главная новость дня, так скажем, вот, ну тем более, как вы помните, наверное, мы обсуждали, что готические соборы, которые выросли, просто неизвестно откуда, и вот такие вот махины, да, во-первых, неизвестно, как они их строили, во-вторых, неизвестно, какие деньги, да, потому что в момент их появления таких денег в государстве не было, да, то есть, скорее всего, их финансировали тамплиерную и, соответственно, иконографическую программу тоже они заказывали по простому принципу, что это, кто платит, тот и заказывает музыку, ну, потом, как мы помним, король Филипп Красивый с ними расправился с тамплиерами, сжег их великого магистра, магистра Жака-Тамалей и всех их тоже пересажал и пожег на кострах, и он искал их деньги, да, и мы вот с вами подробно обсуждали, что, ну, вроде как, он их не нашел и куда-то все это сокровище подевалось, вот, в принципе, можно ведь предположить и по-другому, правильно, можно предположить, что на самом деле он нашел, нашел и перепрятал, потому что, ну, как бы, видимо, не так просто было справляться с этим ковчегом заветы и, наверное, как-то, ну, это уже чистые такие фантазии, ну, наверное, как-то ему было объяснено, что это не время, что это надо где-то укрыть, да, чтобы этим могли потом воспользоваться потомки. Ну, что, собственно, они делали, да, то есть, получается, что, если это правда, получается следующая история, что после Филиппа, который, ну, допустим, нашел ковчег в тайнике тамплиеров, вот, то есть, французских королей оказываются хранителями тайных объектов, которые использовать они не могут, но должны хранить для следующих поколений, и это придается, представь себе из века в век из века в век между прочим, хочу сказать, что это имплюцитно нас подводит к мысли, что как бы высшие вот слои общества, которые существуют и по сей день, правильно, вот, им что-то такое известно, что нам неизвестно, да, ну, по крайней мере, короли что-то знали, но скрывали от народа тщательно, да, и все делали, чтобы это стало неизвестно и сложнейшим способом этого кодирования, можно себе представить, что это так и на сей день, да, то есть вполне возможно, что какие-то сильные изменения в мире, ну, при которых мы, например, сейчас присутствуем, да, это как-то с этим взаимосвязано, да, то есть это я к чему говорю, к тому, что возможно, есть некие факторы, которые мы никак не можем учесть в своих рассуждениях, когда мы говорим, что будет, что случится, что не случится, да, потому что не все нам известно, вот, ну, и, значит, соответственно, этот Ноев Ковчег, не Ноев, совсем с ума сошла, этот Ковчег Завета, он передается, да, от короля к королю, и они стараются, ну, как сказать, как можно лучше с ним обойтись, как можно лучше его спрятать и как можно лучше составить сообщение о том, что это и где это находится, да, чтобы не затерялся, не дай бог, и, ну, если развивать дальше эту теорию, то Франциск I эти сведения кодирует в своих любимых замках, а именно Шамбор и Фонтенблоу, Фонтенблоу, это под Парижем, замок 70 километров от Парижа, ну, и по дальнейшим королям, собственно, можно это проследить, я надеюсь, когда-то у меня будет возможность рассказать вам и об эзотерике в Версале тоже, потому что там ее полно, да, а вовсе не только эти французские портеры, вот, вот, например, Людовик XIV, да, посмотрите, самое, казалось бы, его известное и такой классический портретки из Терего, да, вот, посмотрите, какие там на заднем плане, ну, во-первых, черепушки такие, живописные у него валяются, во-вторых, видите, он скипетром, палкой, да, то есть, это скипетр с лилией, опять-таки, вспоминаем, палку Аарона опирается на некий непонятный предмет, совершенно похожих на ковчег очертаний, да, прикрытый покрывалом, как и положено, ну, не покрывалом, а в данном случае его мантии с лилией, ну, в общем, как бы весь символический ряд совпадает, да, то есть, вполне возможно, что это портрет, который вы, наверное, со школьного учебника помните, уже казалось, что скучнее его ничего нет, вот, он совсем не скучный, вон даже у него крылышки выросли, значит, шамбур, он не просто сам по себе и не просто с пирамидой соединен, а у него есть еще некие локальные линии, которые мы сейчас с вами внимательно посмотрим, он, значит, стоит на прямой линии вот с этим самым Фонтенбло, вот она из него выходит, проходит через маленький городок Лури, который тоже важен, сейчас его посмотрим, и, значит, заходит в шато Фонтенбло, и дальше, просто у меня карта здесь не влезла, на слайд, идет туда в Реймс, то есть, линия доходит по прямой до базилики Сен-Реми в Реймсе, а это очень знаковая базилика, в которой происходит коронация всех французских королей, да, и в которых был крещен самый первый король Франции из династии Мировингов Хлодвиг, вот его крестил этот самый святой Реми, имя которого носит базилика, и там же хранится знаменитая, ну, вроде как, голубка с неба принесла такой флакончик с маслом особым, который помазан на царство, это же особый елейм, да, вот, и вот он там тоже хранится, ну, то есть, это такое место, ну, по сути дела, уникальное, и вот каббалисты раскладывали пространство внутреннего замка Шамбор на буквы, да, ну, потому что у них, как я вам говорила, каждая буква соответствует цифрам, и получается, что вот эта вот линия, которая ведет к Реймсу, да, через Фонтенблоу к Реймсу, она вот здесь, вот, у нее буквы F, L, R, да, прям заложены в числовые значения, то есть Фонтенблоу, Лури, Ранс. Вот, эта линия проходит еще через северную башню, вот эта вот в Фонтенблоу и в Реймс, и там находится спальня монарха Франциска I, что само по себе странно, потому что, по идее, спальня должна быть в центре дворца у короля, правда, а не на каких-то там выселках, вот, но он хотел спать на этой священной линии, ну, в общем, его можно понять, вот так вот она идет и выходит из дворца и приходит, значит, она у нас в замок Фонтенблоу под Парижем, не знаю, все ли были в Фонтенблоу, я его вам на всякий случай покажу, значит, тут Франциск тоже всего настроил, ну, в том же духе он здесь продолжал играть со своим числом восемь, но я сейчас так не подробно про Фонтенблоу, а так по верхам, вот самый знаменитый памятник, это в саду Дианы, так называемый, да, там несколько парков прекрасных Фонтенблоу, ну, то есть парк один и в нем разные сады, да, в нем вот стоит вот этот египетский павильон 16 века, ну, ширина которого, естественно, 4,40, да, то есть эта вся история с восемь продолжается, вот он, замок Фонтенблоу, о котором Наполеон сказал, это дом царей, сейчас скажу, жилище царей, дом веков, да, здесь французские цари жили со средних веков, и здесь кого-кого только не было, все здесь отметились, чудесный совершенно замок, частично 16 века, вот, на очень красивом озере стоит, внутри роскошный интерьер самых разных эпох, есть, очень красивая галерея 16 века, которую сделал сам Франциск I, видите, тут и тронный зал, в общем, есть там чем заняться, про него два часа легко можно разговаривать, вот, естественно, наш Франциск тому вековечен, и более позднее, необыкновенный крошатый интерьер, там есть, потому что там жила и Мария Антуанетта тоже, и вот недавно восстановили, я прям не удержала, захотела вам показать, это вот турецкий будуар, так называемый, видите, в уже стиль Людек 16-го, прелестный такой, вот, потом в 19 веке там жил император Наполеон III, уже во второй половине 19 века, это прям был любимый его дворец со своей женой, красавица императрица Евгения, носивший вот эту помрачительную корону, которую мы в Лувре показываем, корона императрицы Евгения с такими жемчугами, которых вообще нигде нет, и у Евгении там был свой потрясающий китайский домик, там стоит вся коллекция, ну, собственно, все, что было в пекинском летнем дворце во время опиумных войн, французы оттуда вывезли, и оно все стоит вот в этом музее императрицы Евгения, китайцы требуют назад, а французы не отдают, там очень красиво, вот, вот такой вот фонтенбло, ну, просто так, чтобы вам не оставаться с одним названием фонтенбло, вот, а между ними, между шамбором и фонтенбло, городок Лури, это такой маленький, совершенно провинциальный городочек, который, по идее, никаких особых преимуществ в нем нет, кроме того, что рядом с ним мой муж умудрился родиться, представьте себе, на этой линии мама поехала в гости, будучи в конце беременности, умудрил из Парижа и умудрилась там разродиться, вот, но помимо этой знаменательной истории, вот, там стоит такой бывший маленький замок, который теперь мэрия, и на этом замке есть такая табличка, которая вообще стоит целого большого другого замка, вот, посмотрите, кто видел лекцию про Рен Лешатов, вспоминайте, какие там были сложные буквенные кодировки, вот, когда идут маленькие, вдруг среди них большая буква попадается, или слова не так поделены, да, это все что-то значит, это не просто так, значит, здесь написано, вот здесь я по-французски выписала, но нормальным французском, да, потому что здесь оно все как бы перепутано, видите, в этих стенах великий Франциск всегда находит новую радость, где он счастлив, я специально коряво переводила, вот, чтобы точно было, это место скрывает цветок красоты Диану де Пуатье, ничего, надпись, да, то есть, это здорово, но непонятно это называется, почему здесь скрывается Диану де Пуатье, но это по сути деревня какая-то, да, Диану де Пуатье, это кто у нас, это такая гранд-дама, которая, ну, во времена Франциска, она еще была совсем молодая, она была женой великого Санышалина Армандии, ну, ей там совершенно нечего делать было в этом Лури, потом, если это читать, то как бы получается, что у них вроде как роман был, да, потому что это намек на что-то типа секса, вот, но сейчас, в общем, историки оспаривают, что она была любовницей Франциска I, она была потом любовницей его сына, Генриха II, который был на 20 лет младше, была она очень много лет его любовницей, это другой вопрос, но вот была ли она любовницей папы, это совершенно не доказано, ну, вроде как, эта табличка это доказывает, но скорее всего, у них же было там тайное общество, и она в нем состояла, а она была как бы первой красавицей королевства, ну, такая абсолютная дама красоты, да, миссис Франция forever, никто не оспаривал ее, как бы, в этой области превосходства, вот, и скорее всего, это кодированная надпись, которая просто пользуется ее знаменитым именем, при этом его разлагая совершенно иначе, вот видите, Диан де Пуатье, как написано, во-первых, Диан Ди с маленькой буквы, а с большой, потом Д, которая совершенно техническая такая частица, с большой Д написано, и Пуатье без С, ну, короче говоря, точно так же, как в истории Срен-Лю Шато, какие-то нарочитые ошибки, не там большие буквы, и это все нас наводит на мысль, что дело это нечистое. Но в отличие от, к сожалению, от таблички Верен Ди Шато, которая все-таки, ну, усилиями нашего, помните, Браво Кюре, с которым мы два месяца назад хорошо познакомились, вот, она более-менее разгадана, вот, но это совершенно нет, она еще ждет своего исследователя, эта табличка. Вот, и дальше, значит, эта линия приводит нас в шампань прекрасную, которая славится не только своим вином, но и своими замечательными соборами и церквями. Там стоит вот эта самая, ну, можно сказать, самая святая церковь Франции, вот эта базилика Сен-Реми, вот перед ней стоит статуя, где показывается, как святой Реми крестит Хлодвига, вот сама эта базилика, видите, перестроена в готическую эпоху, а так, конечно, это очень раннее здание, вот так она выглядит внутри, ну, вот старый рельеф, средневековый, на котором Хлодвига крестят, но она такая, сдержанная, а рядом стоит знаменитый Ремский собор, это готический собор, который позже, уже чем собор Парижской Богоматери построен, он более такой легкий, более высокий, совершенно безудержный, скульптурный, декоративный орнаментации, на нем есть всемирно знаменитая вот эта статуя улыбающегося ангела, которая, я думаю, всем вам знакома, и много всего другого интересного. Из интересующей нас тематики там есть, во-первых, ну, вот то, что изотерики отмечают, во-первых, там есть очень странные существа, видите, это типа карлики, вот, ну, вот эти, которые говорят, что Ковчег-Завет это летающая наноатомная станция, они говорят, что это те самые инопланетяне или жители Атлантиды, и которые вот так вот выглядели и здесь изображены. Ну, это, конечно, вопрос спорный, но помимо этих непонятных карликов, кроме этого, там есть конкретные вот эти герои, с которыми только что мы с вами знакомились подробно, то есть царь Соломон и царица Савская, просто в лучшем виде они тут находятся. Да, во-первых, тут есть еще фигура Эфиопа, который несет на себе большой ящик, вот, то есть это явно он тащит Ковчег-Завет, да, но только другой вопрос, то ли он это тащит из Иерусалима в Аксум, да, когда сын царя Соломона и царицы Савской Менелик туда идет, то ли это вот похищение Ковчега и его путь во Францию, неизвестно, конечно, вот, а так у нас стоят прямо в чистом виде, вот, пожалуйста, царь Соломона и царица Савская, вот, тут царица Савская отрублена одна рука, но это революционеры любимые постарались, да, как мы уже с вами многократно видели, они вот где могли нагадить, там нагадили, у них всего пять лет было и у наших, например, которые им подражали, да, и тоже все портили, церкви рушили, у них было семьдесят, так, по-моему, наши за семьдесят меньше всего натворили, чем эти за пять, такое ощущение, что они там с утра до ночи работали, не покладая рук, ужас, вот, всем там не смог голову отрезать, отрезал нос, не нос, так руку, ну, хоть что-нибудь напакостил, в общем, у нее нету больше руки, но по описаниям, раньше в этой руке она держала книгу священную, и судя по всему, это та самая книга эфиопская Кебра-Нагаст, которая у нас с вами уже фигурировала, и в которой описана вся эта история про Ковчег. вот, вот, руке у царицы палка, да, палка по-французски, по-старо-французски бастон, да, а по современным французским батон, да, если вы перевернете, ну, если вы уберете последнее носовое Н, да, то ба-то, да, помните, что в Эфиопии в каждом храме стоит копия Ковчега, который называется Табо, то есть это вот игра слов такая зеркальная, то есть палку она держит, чтобы напомнить о Ковчеге, да, это мы опять с вами находимся внутри вот этого птичьего языка. Ну, и опять-таки по каббалистическим дошифровкам они в соборе увидели зашифрованные имена Давид, ну, Давид это папа Соломона, соответственно, вот они сидят, папа и сын Давид и Соломон, вот, Аксун также там зашифрован, вот он вот так вот считается, Аксун, нет, вот, Аксун. Ну, знаете, я вам должна признаться, что каббалист из меня не очень, потому что я с математикой не в ладах, с геометрией, поэтому я прямо подробно вам все эти каббалистические ходы объяснить не могу, но считаю нужным показать, потому что вдруг кто-то из вас, вдруг для кого-то это очень важно, правда, вот, и также слово табо, вот этот батон, вот эта палка, которая табо, тоже буквами в нефе зашифрована, каббалистически. Вот такая вот у нас линия идет из Шамбора через Фонтенблоу в Реймс, и в принципе она еще может быть продолжена, то есть она идет наверх в Пикардию и до города Амьен, где находится тоже гигантский совершенно готический собор, и потом через город Буве спускается назад в Шамбор. Это у нас образует абсолютно равнобедренный треугольник, да, то есть Буве это вообще самый высокий, Амьен это самый большой собор Франции, а бывает самый высокий собор Франции, и у каждой вот этой стороны ее длина это 259,2 километра. Вот, с точки зрения эзотерики длина вот этих двух прямых соответствует космическому году Платона, который равняется 25 290 годам. вот, и вот эта вот линия, когда она поворачивает к Камьену, во-первых, она проходит через еще одно место, которое тоже называется Шамбор, ну, так уже, чтобы мало не казалось, но с одной стороны, Шамбор это как бы Шан, это поле, да, а Бор это Бург, да, городочек, Бург, по сути дела, ну, знаете, старо-французском, там в нем плавающие некоторые звуки, там, что О, что У, это одно и то же, вот, то есть это какой-то городок в поле, да, ну, типа, как по-русски, там, Ополье, вот, поэтому, в общем, название вполне, конечно, могло повториться, может быть, отслучательность, ну, может быть, это вообще все совершенно вымышленной, надуманной конструкции, все может быть, да, то есть, может, это случайность, а может, и не случайность, вот, и вот этот, Вот угол между двумя линиями, когда из Реймса в другую сторону Камьяна, вторая линия уходит, образует так называемый королевский угол 45 градусов. И вот в том месте, где находится вторая деревня Шамбор, вот этот отрезок маленький по отношению к этому длинному отрезку образует золотое сечение. В общем, где копать, не знаю, надо уметь считать, потом обсудим. Вы готовьтесь, у кого техническое образование после конца лекции. Это линия, чтобы кратенько вам ее охарактеризовать. Она проходит в Токарди через городок Вилер-Скот-Хэ. Это город Александра Дюма, где он родился, много о нем писал. Вот такие старинные его гравюры сохранились. Ну, такой провинциальный задрип, микродишка, тоже с маленькой мэрией вот такой. И приходит у нас в итоге в Амьенский собор. Вот, гигантский абсолютно. Амьенский собор достоин просто самого тщательного осмотра. Там в нем внутри лабиринт для паломников. В общем, что там только нет. Прекрасный, очень красивый собор. И в Буве тоже огромный, смотрите, прям лес целый готический. Вот. Ну и проходит через эту самую деревню непонятную Шамбор уже в Пикардии. И что значит этот таинственный треугольник? Опять-таки непонятно. Возможно, что разгадкой к этой геометрической фигуре сакральной является вот эта самая табличка про цветок красоты Диана де Пуатье, которая ждет своего шампальона, так сказать. Вот, а мы с вами возвращаемся в замок Шамбор. Замок Франциска I, Саламандр. Напоминаю, общий контекст, знак огня. И пирамида ведь у нас тоже относится к знаку огня. То есть все это очень хорошо взаимосвязано. Да, Саламандра, она на самом деле своей огненной сущностью и дает отсылку к Великой пирамиде. Вот. Сейчас хочу вам немножко показать замок для тех, кто не был, чтобы они вообще как-то, ну, почувствовали себя внутри. А для тех, кто был, вспомнили. Он огромный совершенно, ну, размер вы уже видели. Окружен рвом с водой. Значит, стоит он в лесу, то есть в него можно приехать только на машине. Едешь долго-долго по лесу. Лес этот огорожен стеной и занимает территорию 32 километра. Ну, 32, естественно, да, число кратно 8. Другого быть не может. Вот. Это все принадлежит президенту Франции. Ну, как бы государству, да, но это считается президентское владение действующего президента. Ну, при этом туда, там, музей, да, все туда ездят. Да, можно спокойно заезжать на машине даже ночью. То есть внутрь замка нельзя, а вокруг можно сколько угодно болтаться. Вот всякие воздушные шары летают. Ну, и красота там, естественно, невозможная. Вот тут вот вокруг эти леса-леса. Вот оттуда по дороге приезжаешь. Перед замком такой французский садик разбит. Ну, естественно, этого не было, да. При французске это уже позже. Сделали его в 17 веке. Вот. И можно его так вокруг обходить, даже если он вдруг закрыт. Даже внешне, если на него смотришь, производит сильнейшее совершенно впечатление. Знаете, когда ездят на машине, и он выскакивает из-за поворота дороги. Вот. Я прям заранее даже, вот, когда людей на экскурсии вожу, я их прям предупреждаю. Я говорю, вот сейчас, вот сейчас, смотрите, сейчас он выскочит. Все прям так. Вот так вот делают. Ну, потому что действительно просто, как это, в кино вдруг. Вот, ну, вот так вот выглядит этот парк сверху. Вот. А мы с вами, значит, заходим внутрь туда. Проходим вот через этот самый вход, который я вам показывала со стрелочкой. Что-то оттуда через него идет дорога на Фонтенблой Рэмс. Заходим во двор. И видим там со всех сторон башни. То есть у нас есть, мы с вами стоим перед центральной башней. А со всех сторон по периметру у нас еще башни тоже с такими лестницами витыми. Но это не та лестница, о которой я говорила. Сейчас она у нас будет отдельно. Вот так вот этот двор. Но там такое легкое. Я вам специально их поставила немножко наклонно, чтобы оно у вас правильное ощущение вызывало. Потому что, честно говоря, там немного окружение начинается. Там так много всего со всех сторон. И ты как-то хочешь вот рационально, логически это осмыслить. У тебя ничего не получается. Потому что оно к тебе липнет вообще. Ну, в общем, тебе сначала этот двор дают по башке. Потом ты заходишь туда внутрь замка. И сразу видишь вот эту самую лестницу. Она прямо в центре. И вокруг нее разные помещения. Помещения, на самом деле, ну, они как бы одинаковые, да, параллельные с двух сторон от лестницы. И они, по сути дела, пустые. Но они заполнены всякими там, естественно, художественными предметами и картинами. Я считаю, что очень большим недостатком, вот, когда приходят, приводят людей туда на экскурсию, начинают им рассказывать про эти предметы. Эти предметы, они вообще, ну, особо даже отношения не имеют к этому месту. Само место потрясающее. Да, они вот там найдут портрет какого-нибудь Людойка XIII, да, вы говорите, при чем тут Людойка XIII, да. Мы с вами, я вам даже их показывать не буду, вот эти все залы. Ну, знаете, что они есть, да, что там можно ходить, всякие картинки смотреть. Но они нам сейчас не нужны, да. Мы сосредотачиваемся на структуре. Вот эта вот лестница сумасшедшая, которая стоит посреди замка, огромная, 9 метров диаметра. И видите, в ней как бы два, вот, две такие улитки закрученные. То есть человек, вот есть вот вход отсюда, с этой стороны, а есть вход с другой стороны. Ну, естественно, с ковидом там разрешают по одной подниматься, по другой спускаться. А раньше можно было и там подниматься, и спускаться. Ну, не важно. Вот, но там штука заключается в том, что если ты, например, зашел на одну лестницу и вверх поднимаешься с три этажа, а другой зашел на другую лестницу, то вы с ним не пересекаетесь. Вот они вот так закручены, что они ни в одном месте не пересекаются. Это как бы две лестницы, переплетенные между собой. И если эту лестницу разложить на схему, это получается структура ДНК. Ну, из чего, в общем, логично предположить, все-таки, что это проект Леонарда Давидовича, который там жил, знаете, в получасе езды оттуда. Поэтому это вполне, вот что может быть, так это и это. Ну, потому что кто там еще был такой местный в этом шамбуре, который это мог вообще выдумать. Потом, кстати, после смерти Леонарда другой итальянец руководил долго этой стройкой. Но похоже, что у него были все как бы письменные указания и планы и прочее. Вот. И, значит, вот когда мы так идем вот по этой лестнице, у нас есть выходы на этажи. И, значит, с двух сторон на верхних этажах, на верхнем этаже, вот такие вот сумасшедшие липные потолки, о которых мы дальше подробно поговорим, покрытые саламандрами и буквами «Ф», ну, то есть главными символами Франциска. Вот. Вот так вот выглядят эти, эта лестница изнутри, из как бы вот центральной вот этой дырки, вокруг которой обе лестницы закручены. Потому что она со стенками, и в ней есть еще окошечки. То есть там вот, когда на экскурсию приходишь, главный прикол заключается в том, что ты идешь по одной лестнице, а твой муж по другой лестнице, и вы такие друг другу в окошечко. А-а-а-а! Ну и радуетесь, да? Поэтому все пропускайте, что там есть интересного пока, а только корчите друг другу рожевые эти окошечки. Вот видите, вот такие вот. Вот в одно окошечко видно другую, как там по ней другое идет. Кстати, хочу ваше обратить внимание на эти окошечки. Вот когда так снято, да, я когда это не мои фотографии, я их нашла в интернете. Но когда так снято, вот если вообще не знаешь, то это можно подумать, что это какой-нибудь корбюзье. Нет, да, меня как-то поразило. И это в таком ключе никогда не видела. Под таким углом. Вот. И, ну, колоночки там, естественно, идет бордюрчик такой, походу, этой лестницы. Вот. И вот представьте, что мы с вами вышли в этот холл. Ну, это, я так говорю, холл, это, конечно, был зал для гвардейцев. Да, саль де гяде. Де гяде. Так называемая. Зал для охранников. А нет, вот еще. Значит, это у нас кровля башни. Если мы, эту лестницу, она заканчивается, и она приводит нас на крышу. И там дальше еще можно лезть. Вот. Как бы, скажите, плохо я объяснила. Сейчас. Вернусь вот сюда. То есть вот стоит вот этот вот центральный круглый стояк. Вокруг него закручены две лестницы. А этот круглый стояк продолжается туда еще наверх до уровня 56 метров. Внутри башни фонаря. То есть вот на этом потолке стояка стоит башня-фонарь, которая на крыше. Ну, надеюсь, что понятно объяснила. Вот. И это уже там внутри, когда лезешь по лестнице, она одинарная, естественно, уже внутри этой башни такая вот кровля. Туда просто так не пускают. Туда можно только с гидом замка раз в неделю. Он себе открывает дверь большим ключом. Там пахнет пылью. Ну, все так это. Чинно благородно. Ну, и в общем, по этой лестнице вы вылезаете на крышу. И там, ну, во-первых, там наверху есть вот эти символы, на самом верху, что совершенно не видно снизу и не видно из каких окон. И вот вопрос, куда это обращено все эти ЭФР, да, это невозможно с земли рассмотреть. Вот стоит у нас эта башня, роскошная башня-фонарь, внутри которой эта лестница, да, и по этой лестнице можно долезть до самого верха. То есть у короля был доступ к самому верху. И верх у нас тоже вот изукрашен. ФРФ, это Франсуа Руа де Франс, да, Франциск, король Франции. Ну, и много других там. Красот, бесконечные аллегорические фигурки. Вот смотрите, какой тут притаился. Ну, саламандры, естественно, в огромном числе. И, ну, уже, если во дворе замка начинается головокружение, то на крыше оно просто уже достигает своего пика. Она как бы на самом деле засасывает. Там такое странное пространство, какая-то страна чудес. Оттуда очень сложно выйти, на самом деле. Ну, в смысле, не технически сложно. А ты как-то там зависаешь, и тебе прям хочется. Ну, во-первых, ты там делаешь 588 фотографий каждый раз. Я уж сколько там раз была, невозможно удержаться совершенно. Потому что это как-то настолько поражает глаз. Это, конечно, очень эстетично, очень красиво. Ну, соответственно, и виды оттуда открываются потрясающе. Вот такой вот замок с точки зрения структуры. Повторяю, что я хотела вам показать именно его структуру, а не такие не вторичные вещи, которые в нем содержатся. Ну, поскольку там 440 комнат, ну, не все, конечно, открыты, но какая-то часть из них оформлена. Ну, мы сейчас не будем на этом сильно зависать. Я вам очень кратко только пройдусь через века, что там вообще происходило. Да, в 16 веке вот начали строить в 1518 году, но потом строили там довольно долго. Ну, в общем, в итоге Франциск там провел всего 72 дня. Представьте себе, какие это силы на это были брошены, какие деньги. И для него был очень важный проект. Он сам участвовал и в разработке проекта, и потом следил за его реализацией, но при этом там не жил. Вот. Значит, как уже я неоднократно говорила, скорее всего, это сделал Леонард да Винчи, который был местный к этому времени. Причем это был его не первый проект в долине Луара. Первый проект ему Франциск поручил делать город, который называется Роморантен. Роморантен. Да, это совершенно задрипанное, это еще дальше Шамбур, туда в леса. Совершенно задрипанное провинциальное городишко на данный момент. Ну, там есть немножечко туристических объектов. И вот, знаете, как делают во французских городах, выкладывают мостовые такими бляшками бронзовыми. Ну, вот, я не знаю, там в Шампане, например, в городе Труа, в городе Тамплиеров, там там Тамплиер нарисован, в Бургундии, в городе Лягушки, там Лягушка нарисована. А вот здесь нарисован Леонард да Витя, в этом Роморантен. Почему? Вот он такой, вот так он выглядит, этот Роморантен, ну, совершенно ничего особенного. Вот. А представьте себе, что это был такой план у Франциска, что он терпеть не мог Париж. Он считал, что Париж вообще какой-то, ну, там все время какие-то народные восстания, и все не то, и не так, и грязище, и, в общем, и болезни, ничего там только нет. И он хотел сделать новую столицу. В этом Роморантене был замок его мамы, Луизы Савойской. Вот. И он, собственно, там, ну, он вырос-то больше в других замках, но все равно он там бывал, да. То есть этот Роморантен ему было вполне родное место. И он решил из него сделать это. Ну, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Ну, видите, Леонардо как-то умер быстро, и поэтому ничего не сделалось. Вот так этот Роморантен и остался. Кургузенький вот такой, ну, хотя вполне миленький, но, в принципе, делать там нечего. Хоть там и цветочки симпатичные. Вот, вот, вот здесь вот все памятники, там остатки старого замка и тому подобное. Но там есть музей, который, правда, к сожалению, сейчас закрыт на реставрацию. Где не как-нибудь, а прямо рисунки Леонарда Давидича в этом в Шиво-Марморантене. Вот, который делал план великой столицы. То есть от нее должны были идти огромные каналы во все стороны. И сохранились, во-первых, его планы, и по ним даже сделали воспроизведение. Вот, такие там должны были стоять роскошные дома, с галереями, центральные улицы. И вот, видите, вот так, вот такой вот должен был в таком новом Энс Лэнд возникнуть совершенно новый ренессансный город. Я думаю, что все, наверное, видели вот картину старых итальянских мастеров в 16 веке, ну, в 15-м, 15-го, 16-го века, которые представляют собой идеальный город. Они там есть и у Рафаэля, ну, много у кого есть. Вот, и он вот именно такой, да, вот с этими арками, с круглой церковью. Ну, прямо такой настоящий итальянский город, который должен был быть у нас. Это Лень Луаре. Вот он, как должен был выглядеть. Представляете, вот такие вот, это гигантские совершенно размеры, такие дворцы должны были вот там возникнуть. И он находится опять-таки на прямой линии все той же самой и в связи с Шамбором. Но ничего из этого дела не вышло. Ну, и попутно он еще делал разработку Шамбора. Вот. Ну, как-то это все сгинуло. Вот. Но Шамбор все-таки построили, слава богу, в отличие от Ромарантена. Ну, и потом, после смерти Франциска, как бы это было не главное, ну, королевый Луавчик, да, конечно, его любили и туда ездили. А потом как-то он захерел и стал не самой главной. Вот в 17 веке и в... Ой, написал в 17-м, извините, в 18-м надо было написать, там жил опальный король Станислав Лисинский. Это был король, которого выгнали из Польши, лишили королевства. А на его дочери был женат король Людовик XV. и... значит, Людовик XV очень к нему хорошо относился, он был вообще такой веселый, это такой, знаете, прям архетип такого весельчака, такого толстого, зубы выпали, поесть любит, девушек любит, всегда в хорошем настроении, народ любит, народ его любит, королевство потерял, ну ничего, у него зять король Франции, он, значит, ему сначала дал этот шамбор, вот, он там немножко пожил и ужасно жаловался, что там сыр и комары выкушают, и не нравится ему этот шамбор. И в итоге Людовик XV ему дал лотарингию, сделал его герцогом лотаринги, и там он очень много всего построил в городе Нанси, вот даже стоит его статуя перед дворцом, вот всякую такую красоту восемнадцативековую, а также для него придумали знаменитую ромбабу, про которую я вам уже рассказывала, потому что зубов у него не было, а сладкого хотелось. И, соответственно, вот этот вот такой бисквитик, размоченный в ромбе, очень ему нравился, придумал для него его кондитер. Вот, а после него замок принадлежал такому маршалу Морицу Саксонскому, который вообще-то был немцем в Саксонии, но был на службе во Франции и одержал для Франции множество побед в сложной войне, где Франция была против Габсбургов, как обычно, против Австрии, ну, против империи. И он там очень много всего построил, наладил, да, я, в общем, вам зачем рассказываю об этих людях, но за тем, чтобы вы знали, что замок, он не пустой, стоял дальше, а все-таки народ там жил и все там обустраивал, сады всякие разбивал, пробивал в лесу аллеи, обносил стеной, ну, по как бы уже существующему плану. И этот Морицу Саксонскому является, ой, вдруг забыла, то ли прадедушкой, то ли дедушкой, Жорж Сан, знаменитой французской романистки. Вот, а потом в 19 веке он перешел во владение государства, это, значит, был наследник престола, это уже произошла революция, потом вернулись бурбоны, да, и вот был наследник престола, такой герцог Дебери у короля Карла X, последнего короля из прямой ветви бурбонов. И вот этого герцога Дебери, который был женат вот на красотке итальянки, да, королине из Неаполя, герцогине Неаполитанской, ну, соответственно, ее тоже звали герцогине Дебери, вот, и его убили террористы, представьте себе, вот как нашего Александра Второго, то есть он пошел в оперу, опера тогда еще была вот не современная Гранд-Опера, а маленькая, и там в него бросили бомбу и убили. Ну, и, в общем, это такой был траур, потому что потеря наследника, и потом уже, когда его похоронили, оказалось, что герцогин Дебери беременна, и она вот это вот, ну, это считалось чудо, вся Франция этим восхищалась, и она вот родила сына, которого назвали графом Шамбурским, это должен был быть будущий король Генрих V, но так получилось, что случилась в это время революция, и дальше выбрали короля, ну, вот, не из оконного, этого и старшей ветви бурбонов, а короля Луи Филиппа из Орлеанской ветви, который объявил, что он не король Франции, а король французов, был такой король буржуа, он себя называл, а вот этот бедный наследник так навсегда и остался графом Шамбурским, да, вот такой его грустный образ связывается с Шамбуром, но он там толком даже и не был никогда, потому что, естественно, во время революции они должны были с мамой эмигрировать, и он всю жизнь прожил практически в Австрии, вот, был очень большой интеллектуал, эрудит, то есть он ученые труды всякие публиковал, ну и политик тоже был, все время пытался свой престол назад получить, но ничего у него не вышло, вот такой последний граф Шамбурский, и в наше время это, соответственно, считаются охотничьи президентские угодья, и вместо всех этих великих персонажей теперь там видите вот этот наш шалопай-макроша, вот, приглашает туда, ну это как бы для приема ВИП-делегации, если вдруг они приезжают на охоту, ну или просто там почему-то их решают принять в Шамбуре, у президента Франции вообще такая манера в совершенно неплохих местах принимать своих гостей, это очень давно, да, скажем, в Версале для этого приспособлен дворец Большой Трианон, который принадлежал Маркизе Пампадур, там есть прямо целое большое президентское крыло, вот, Шамбур под это приспособлен, у нас, ты раньше помнишь, в Советском Союзе были там какие-нибудь правительственные дачи, да, ну что такое дачи, представьте, где дачи, где Шамбур, да, тут народ не это, не обижал себя, но сейчас, я так понимаю, у нас у Путина уже тоже Константинский дворец в Петербурге, так что он решил не отставать от буржуев, вот, и, значит, надеюсь, что вы представили себе замок, почувствовали себя внутри, кратенько я вам показала историю, и сейчас вернемся, собственно, к тому, о чем мы говорили с самого начала, о символике, да, вот об этих F, да, ну, помним, что символик, это у нас что, это восьмерки, потом буквы F, ну, которые, по идее, франциск, да, франсуа, ну, и также франция, лилии, которые, по идее, эмблемы французской монархии, ну, и саламандры те самые, вот, они, кстати, совершенно прелестные, и они все разные, да, нет, они все вручную вылеплены на потолке, и ни одна не повторяется, вот, я помню, когда я там была давно-давно на экскурсии с гидом от замка, он нас там посадил, там лавочки стоят под этим потолком, можно долго сидеть, расглядывать, очень интересно, вот, и говорил, что вот смотрите, у вас теперь есть там телевизор, компьютер, а раньше ничего не было, и вот этот вот потолок, он людей был вместо телевизора, да, вот вы включаете, а там в телевизоре пропагандистская программа, и вот вам там мозги промывают, а это вот промывка мозгов 16-го столетия, то есть смотришь, а у тебя выбор между Саламандрой и Франциском, ну, то есть выбора никакого, вот, но это, конечно, достаточно остроумно, но я думаю, что это идет все-таки немного дальше, чем простая пропаганда династии Вилуа, вот, потому что, ну, это является частью определенного сложного кода, значит, здесь опять мы имеем все те же цифры, да, то есть вот все эти эфры саламандра с двух сторон еще обрамлены рядами веревочных восьмерок, надо сказать, что вот эта восьмерка, с которой Франциска не расстается, она еще связана с гербом его мамы, Луизы Савойской, той самой, у которой был замок в армарантене, и у нее на гербе была такая веревочка, похожая на восьмерку, вот, ну, то есть, в принципе, можно, конечно, это объяснить любовью к маме, но как-то большая к ней была любовь, если объяснять только этим, вот, и, значит, обе стороны имеют вот эту вот сакральную длину 8,80, ширину, извините, а длина в два раза превышает длину, то есть, опять-таки, кратная восьми, и вот она, видите, вот эти ряды веревок восьмерок из веревок, то есть, веревка, это у нас дань любви к маме, ну, собственно, такого же типа, помните, Франциск и в колье вот этого своего ордена Святого Михаила тоже вставил, вот, F у нас всегда в окружении восьмерок, вот, и даже на портретах короля, вот на этом его парадном портрете, видите, там сбруя, но есть такие же, если там вглядываться, да, скажем, всякие конные, вот его портреты, и на конные уприжи, то же самое, всегда вот эти вот восьмерочки идут, вот, помимо восьмерки, такой нарисованной, да, опять-таки, не забываем кабалу, раньше слово шамбур писалось вот так, шамбур, да, то есть город в поле, ну, то есть, как оно писалось, это дело такое сомнительное, потому что в старо-французском языке не было единого, как бы, единой кодифицированной грамматики, как хочешь, так и пиши, вот, ну, и по расчетам кабала, ну, которая, возможно, притянута за уши, да, ну, кто его знает, получается, что вот это слово шамбур тоже 88, то есть, 8 и 88 везде, вот, и также у нас иероглифы в этом участвуют, да, не забываем, что у нас связь с пирамидой, с древним египетом, вот это вот, ну, как бы транслитерация, да, выражение, латинскими буквами иероглифа Ша, древнеегипетского, это сфинкс не из шамбура, а из замка, ну, друга и, так скажем, вассала Франциска по фамилии Юрсе, у него есть замок, который называется Батидюрсе, и там стоит сфинкс, который исследователи напрямую связывают с шамбуром, и на нем написана вот такая странная надпись по латыни, да, сфингем хабидоми, сфинкс, хранищик ред в дому, вот, и, и вот написано, это Ша, на древнеегипетском действительно есть такой иероглиф Ша, и он значит саламандр, представьте себе, да, и уже не говоря о том, что Ша это начало слова шамбур, другой вопрос, что откуда он взял этот иероглиф, да, вот как он мог узнать, что древнеегипетский иероглиф, который значит саламандра, читается как Ша, вот этот Юрфе, это абсолютно загадка, да, совершенно непонятно, ну, можно себе представить, конечно же, ему Леонардо да Винчи сказал, который, видимо, все знал, вот, ну, и вот это самая наша египетская лилия, которая обращена наверх, и вот добрались мы, наконец, до перевернутого эф, потому что эти эф, которые везде, их 160 штук, и из них 159 у нас находится в прямом положении, и только одно, ну, как бы такое зеркально отраженное, да, перевернутое, и как вы думаете, на что оно указывает? Оно указывает на ту самую линию Фонтенбло Реймс. Вот, вот это перевернутое наоборот эф, оно в самом центре замка, прям в самом, да, вот реальная позиция, и то есть сюда, если смотреть, оно перевернутое, а если его развернуть, то как раз получается, что оно начинает смотреть в сторону Фонтенбло и Реймса. Ну, то есть с юга оно как бы смотрит на юг, а его надо повернуть на север. Ну, то есть это явно какой-то закодированный месседж насчет того, где искать, да, что явно надо повернуть чего-то там куда-то на север. Вот, ну, и там же вот мы говорили спальня Франциска на этой же самой линии, которая идет к Фонтенбло и Реймсу. Вот, и опять-таки линия, которая проходит вот эта самая через замок, опять каббалисты это посчитали, и получается у нас в каббалистическом прочтении Реймс. Вот, вот такой топ-секрет. Больше ничего про это сказать не могу, знаете, знал бы прикол, жил бы в Сочи, как говорится. Реймс.